Кстати, прохаживаясь до буфета, сейчас понял, поймал себя на мысли. Есть один общий минус у всех хороших турниров, которые сейчас проходят. И что же это? Отсутствие зрителей. Представляешь, насколько бы это сейчас придавало вот эту... Энергии и борцам, и нам, и вообще всем организаторам. Окей, это было лирическое отступление. У нас есть все шансы увидеть российский финал в этой весовой категории. Сейчас Ильдар Саидов выходит против Достука Жолдошева. И Саидов, я думаю, фаворит в этой схватке. Тоже очень уверенно одержал он обе победы. И вообще Саидов это такое молодое дарование российского грэплинга. Если вы следите хоть немного, вы знаете, о чем идет речь. О том, как и как часто одерживает свои победы Ильдар Саидов. Угадайте, что будет делать Саидов. Да, Саидов будет пулять. Саидов сейчас будет впрыгивать прямо в ноги своего соперника. Садиться на ягодичные мышцы и работать снизу, ища какие-то атаки на ноги. Короче, все, что мы любим. Жолдошев, конечно, в курсе. Жолдошев будет как-то от этого всего спасаться. Вот садится он прямо на... И вот как... Ох, как красиво. Сколько бы не садился Жолдошев, сколько бы он не убирал таз назад, не убирал свой центр тяжести как можно ниже, все равно Саидов его вывешивает, поднимает. Сейчас такой хороший баттерплей у него заправлен. У него есть бодилок и будет вывешивать Саидов, будет искать ногу. Переключаясь с руки, рука, нога. Зашел ваши горами, сейчас будет тянуть ахилл. Как тебе этот переход? Отлично, очень круто. Такая выверенная техника. Так, пятки крутить нельзя. Но можно тайхоут. Все, сдача. Отлично. И так у нас есть... Я даже не увидел, как Жолдошев постучал. Но сейчас тебе повторят. Да, сейчас мне повторят. Да, очень крутая техника. Без шансов просто Саидов разбирает своего оппонента. Ну что же, получается финал. Чисто русский финал. И это уже можно считать событием сегодняшнего вечера. Гарантированный русский финал на завтра. В категории 91 килограмм. Мухаммад Курбанов и Эльдар Саидов. Как красиво он это сделал. Он просто контролируя руку, заставил своего верхнего соперника слегка отпрянуть назад. За счет чего подбросил его вверх и перешел на ноги. С этого ракуса видно, как Жолдошев постучал. Да, идеальное исполнение. Такое очень плотное, с горами, из которого Жолдошев просто не знал даже, как выбраться. И... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...